Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня я хочу сделать для вас расклад на тему, что было, что есть, что будет. Давайте-ка посмотрим, как второй видит ваши отношения с вашим мужчиной, что у вас было, что происходит между вами сейчас и к чему вы идёте в отношениях с ним. Благодарю вас, мои дорогие, за донаты. Огромное спасибо каждому, кто присылает мне донаты, ценит мою работу, благодарит меня. Огромное вам спасибо. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способов поддержки моей работы. Очень нежно и искренне. Всех вас люблю. Итак, ух ты, какой красавец у нас. Рыцарь Чаш. Это ваш мужчина. Обаятельный мужчина. Скорее всего, нравится, вероятнее всего, нравится женщинам. Или же ему женщина очень нравится. Но в любом случае, это мужчина, увлекающийся. И не только женская половина человечества, а вообще может увлекаться разными интересными, так сказать, занятиями, делами. И мужчина, безусловно, обладающий очень яркой харизмой. Давайте посмотрим еще, как нам его покажут. Но в то же время, заставляющий ждать своих решений. Особенно в том, что касается предложения руки и сердца, или перехода на какой-то серьезный уровень в отношениях. Вот. Вот что можно от него долго ждать и никак не дождаться. Если вы смотрите на мужа ситуацию, да, расклад, то здесь может быть человек, от которого вы, в принципе, что-то ждете, каких-то действий, а он их не совершает, потому что... Или никуда не торопится, или вообще даже не понимает, что вы от него хотите. В общем, здесь есть момент неудовлетворенности вашей этим мужчиной. Это точно по его действиям, по его решениям, ну и вообще по его поведению. Еще. Для очень многих из вас вы или расставали с ним тяжело в прошлом, или вообще сейчас находитесь в расставании. Для кого-то из вас это прям прошлое отношение. Пришли посмотреть для интереса, ради интереса. Если продолжаете с ним свой роман любовный, то, соответственно, у вас это было в прошлом когда-то. Когда-то больно расстались. И сильно из-за этого переживали. Давайте тогда еще посмотрим по поводу этого расставания в прошлом. Что было еще, кроме расставания? Мы очень сильно увлеклись им. Он захватил ваше внимание, ваши эмоции, ваши мысли полностью. Когда только с ним познакомились, когда только начинались у вас отношения. Да и потом со временем это развивалось и становилось сильнее. Яркие, интересные, очень красивые отношения, очень искренние. Были моменты в истории ваших отношений, когда вы были настолько открыты друг с другом, возможно, откровенничали и понимали, что вы очень похожи друг на друга. Был момент такой, что у вас могло складываться впечатление, что да не может быть человек такой близкий, такой, как этот человек. Прямо вот душа к душе. Вот так было. А потом началось что-то, девочки, непонятное. Непонятное в том плане, что вы стали чувствовать или обман, или вы начали чувствовать, как будто вы испытываете иллюзии в отношении этого мужчины. Что-то происходит не так. Что-то, 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 что-то вот как интуиция ваша вам подсказывала. Какое-то, не знаю, какое чувство. Восьмое, десятое, двадцатое вам подсказывало, что что-то не то. Что-то, нарастала эмоциональная неудовлетворённость. Что-то так ярко, интересненько всё начиналось, но пошло не совсем гладко. Почему? С чем это было связано? Давайте-ка спросим. Это могло быть связано, во-первых, с другой женщиной, присутствие другой женщины в ваших отношениях. Если женщины нет, то здесь речь идёт о вас, о королеве Пентакли, которая конкретно знает, чего она хочет. А хочет она очень тёплых, земных таких вещей. Тепла, уюта, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Королева Пентакли любит, когда мужчина говорит конкретные вещи, а не растекаются мыслью по древу. Она любит конкретику. Вот именно из-за этого у вас могли начаться проблемы. Потому что мужчина или конкретике это и не давал, или, не дай бог, но здесь ещё и вошла другая женщина в ваши отношения. Или она присутствовала с самого начала. Что тоже может быть запросто. Ещё что было, что было ещё, что нам покажут. Были моменты, когда вам было тяжело друг с другом. Вы ревновали. Вы чувствовали себя не совсем уютно, но и отпустить его вы точно не могли. И он вас, даже понимая, что возможно, вот прямо сейчас нужно расстаться, возможно, вот прямо сейчас нужно как-то, может быть, поумерить свой пыл и подумать о будущем без него. Но вы не могли друг друга оставить. Вот здесь была такая ситуация, что вы держали друг друга, даже если понимали, что, возможно, отпустить нужно. Ревность могла присутствовать. Вы понимали или начали понимать, или уже прям конкретно поняли, что мужчина собственник, и что тоже вряд ли он вас так просто отпустит. А для чего вы ему были нужны? Материальные такие органы пошли, ещё и с пожом чаш. Да для всего. Очень много ресурсов вы в эти отношения вложили. Он очень многое, что от вас получал. Он получал и эмоции очень глубокие, очень серьёзные. Он получал и момент своего личностного роста. Это очень-очень важная составляющая ваших отношений. Это его личностный рост. Он чувствовал, что с вами он растёт. Но в то же время у него подспудно всегда была мысль о том, что вы можете выбрать кого-то другого, встретить кого-то другого, выбрать кого-то другого, пойти другим каким-то путём. Это у него постоянно... То есть мысли о ваших отношениях у него были замечательные, прекрасные. Он с вами реально рос, и дела у него лучше шли. Но подспудно было всегда вот такое ощущение, что а вы можете ему ручкой помахать. Вы можете выбрать кого-то другого. Но нужны вы ему были, остаётесь для очень многого. Здесь множество ресурсов. Можно перечислять их долго. Вы полноресурсная женщина. И, конечно, эмоции, наверное, здесь будут на первом плане, но и очень многое, что другое он получает от вас. Это и сексуальная энергия очень яркая. У многих из ваших мужчин и материальные дела лучше идут, когда вы рядом, когда вы с ним. И ощущение своей нужности, необходимости. Ну, и вдохновение в том числе. Очень многое что. Что сейчас между вами, как видят Тару? Вот прямо сейчас что? Сплошная тайна, загадка. Ни вы, ни он даже не можете понять, а что между вами на самом деле сейчас происходит. Да, часть из девочек, которые смотрят сейчас расклады, являются тайной женщиной в жизни этого мужчины, которую он не демонстрирует обществу окружающим. Тайный формат. Если ваш формат отношений явной женщины, той самой первой, единственной, неповторимой, то в любом случае у вас здесь есть сейчас момент недопонимания друг друга, а также тайны друг от друга. И вы с вашей очень глубокой интуицией чувствуете, что он что-то от вас скрывает. Что есть некие тайны, есть некие скелетики по его шкафам, которые вам на голову могут высыпаться. Но он думает о вас то же самое. А вы правы, есть ли что-то, что он скрывает, и вы можете об этом знать? Он очень боится вас потерять, девочки. Кто-то из ваших мужчин вполне возможно с одной стороны планирует, или планировал с вами расстаться. Но когда расстался, понял, что, ёлки-палки, что я сделал? Я же без неё не могу. Если же вы с ним сейчас вместе, то у него есть мысли о том, что вы можете расстаться. И эти мысли у него, давайте-ка спрошу, вызывают что, о, какие эмоции, ужасные эмоции вызывают эти мысли. Он понимает, что без вас пропадёт или вообще с ума сойдёт. Вот это от вас скрыто. Как один из факторов, которые от вас скрыты. Это очень важно, на самом деле, для вас. Без вас этот мужчина, он действительно может эмоционально, так сказать, сдуться конкретно. Пусть уж не пропадёт, но ему будет очень плохо. Если уже расстались, то значит ему сейчас очень плохо. Что ещё есть между вами сейчас? При наличии, конечно, большого количества недопонимания и ощущения недосказанности, для кого-то из вас, если вы расстались с этим мужчиной, то может быть прям вот ситуация незакрытого гештальта. Вы для себя что-то не выяснили, что-то недопрояснили, и это не даёт вам покоя. Но между вами, тем не менее, несмотря на это на всё, есть душевная открытость и есть очень большая искренность. Больше искренность идёт, конечно, с вашей стороны. Вы очень щедрая душа. Очень щедрая. Каких только подарков и в виде эмоций, и материальных, да и всего остального вы тут могли этому мужчине подарить. Очень много. Ух, какую коробочку протягивает здесь девочка. Ну, а он ваш вдохновитель, король чаш. Да, девочки, здесь ситуация на данный момент, вот весь этот ряд говорит о том, что если вы сейчас в расставании с этим человеком, то знайте, что он реально с ума сходит от мыслей о том, что было, об этой вашей душевной щедрости, о том, как ему было с вами хорошо, как он чувствовал себя уютно с вами. Если продолжаете отношения, значит, здесь идут страхи всего этого, что если вы расстанетесь, то он будет чувствовать себя именно так. И он не сможет, он просто без этой вашей щедрости и без этих ваших подарочков, которые вы ему дарите, даже в виде хороших слов. Что будет? К чему вы идёте в отношениях с этим мужчиной? Давайте-ка несколько карт сразу достанем и посмотрим. Ого! Охо-хо! Ага! Так, давайте-ка для тех, кто расстался. Поняла. Для тех, кто расстался, рассказываю интересную, красивую историю. Дай бог, чтобы она и осуществилась. Если вы внутренне для себя поставили уже точку в этих отношениях и понимаете, что двигаться больше некуда, смотрите этот расклад чисто ради интереса, то вам идёт шанс на встречу нового мужчины. Возможно, вы уже его встретили. Если нет, то значит здесь просто драгоценнейший, величайший шанс, который даётся не так часто в жизни, встретить новую любовь, нового мужчину, с которым вы можете создать семью, если хотите родить детей, и вы в том возрасте, родить детей, с которым вы можете построить дом, с которым вы можете идти счастливо за руку по жизни. В том случае, если вы для себя поставили точку. Если вы с этим мужчиной хотите дальше продолжать отношения, не расставались, и у вас есть надежда на то, что с ним всё будет хорошо. У вас не зря есть эти надежды, потому что они действительно могут иметь место быть. А что вы можете сделать для этого? То есть всё то, что я сказала для людей, которые расстались с ним, тут новый мужчина идёт. Для тех, кто с этим человеком хочет, искренне хочет продолжать развивать отношения, здесь тоже такой же шанс. Даже с этим человеком, на которого мы смотрим сейчас расклад, построить отношения, построить семью, стать с ним одной семьёй, быть вместе. Да, здесь есть. Что вы можете сделать? Ничего не можете сделать. Здесь только терпение. Как говорится, терпение и труд всё перетрут. Ох, как не люблю я это слово. Ждите, ожидайте, терпите. Вы знаете прекрасно, да, что я всегда говорю, надо жить жизнь, никого не ждать, ничего не терпеть, и любить себя любимого, и каждый день себя баловать и радовать. А мужчина, это прекрасно, конечно, но это не самое главное в жизни. И так и есть. Но вот что касается этого человека, пока он сам не решится на какие-то действия, конкретные, в том числе и на предложение руки и сердца, или же восстановление отношений, если это ваш муж, и вы с ним имеете проблемы, к примеру. Или если мужчина безинициативный, а он точно безинициативный. Здесь мужчина может созреть, реально созреть на какие-то активные действия. Меня радует сегодняшний расклад, потому что при наличии определенного рода проблем, однако же перспектива идёт очень хорошая. Вы можете даже удивиться тому, как этот мужчина повернёт руль ваших отношений. И здесь вот действительно не вас показывают рулевым, а именно его. И он может повернуть так этот руль отношений, что вы поплывёте в том направлении, о котором даже не мечтали. Но сами вы для этого ничего не можете сделать, вам только необходимо иметь реально терпение и момент ожидания. Ещё и дно колоды четвёрка перьев. Смотрите, как сегодня у нас вышло интересно. Ну вот так, мои дорогие, давайте ещё я посмотрю, что вам хотят сказать по поводу этого мужчины сейчас, вашего будущего с ним, дальнейшего. Какое, может быть, будущее мы увидели, да? Что-то ещё важное вам хотят сказать по поводу него? Не сдавайте своих позиций. Да, терпение, терпение, и только терпение здесь с этим человеком. И время, пока он созреет на что-то сам. И ваше спокойствие. Но в то же время, если у вас есть своя жёсткая позиция, если есть вещи, которые для вас приемлемы и неприемлемы, а так должно быть, и когда вы определяете, что для вас приемлемо, а что нет, это называется адекватное выстраивание личных границ. Так вот, никогда не забывайте о своих личных границах, и никогда не бойтесь заявлять о своих интересах, своих пожеланиях, своих претензиях, своём видении будущего с ним. Не в жёсткой форме, не стоит прямо уж так жёстко с ним разговаривать, дипломатично, но всегда говорите о том, чего вы действительно хотите. Не сдавайте своих позиций. Это очень важно для вас. И чем это может закончиться, если будет такая тактика поведения? Да всем самым прекрасным. Как я уже сказала, для тех, кто закончил эти отношения, просто смотрите просто для интереса и стройте свою жизнь дальше. Я более чем уверена, что вы без пары, без любви не останетесь. Те же, кто с этим человеком продолжает и хочет продолжать. Чем это закончится? Всё, для вас такая тактика поведения. Как раз тем, что нужно. Посмотрите, девушка в сторонку смотрит, особо на этого мужчину взгляд не обращает, а он ей протягивает розу. То есть вот такая ваша тактика поведения самодостаточности, она приведёт к результату вот такому, что мужчина будет вам что-то предлагать, а вы ещё будете как бы думать, оно вам нужно или нет. Так что это очень правильная тактика поведения с ним. Дно колоды, шестёрка перьев. Живите свою жизнь. Да, вы можете ждать от него каких-то действий, если любите, если хотите быть с ним, но живите свою жизнь, не останавливайтесь. Занимайтесь саморазвитием, займитесь чем-то интересным, увлекающим вас. Пойдите в поездку, пойдите на какие-нибудь интересные курсы, чему-то новому обучитесь, живите жизнь. А время покажет. Будем надеяться, что сегодняшний расклад осуществится в полной мере. Всем этого желаю. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Всех целую, люблю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои дополнительные площадки. Ссылочки находятся под каждым моим видео на YouTube-канале. Обнимаю. Пока-пока. До встречи. До следующего расклада.